Нет, вначале не сказали, что это Дом-2. Когда сказали, что это будет Дом-2, сказали, что будет нового формата, что не будет драк, что не будет руганий, не будет провокаций, будет такое творческое шоу про любовь. Конечно, я поверила, пошла. Вначале я планировала пробыть неделю, потом поняла, что, блин, неделю не хочу, побуду-ка месяцок и уйду. Но когда я подняла вопрос о том, чтобы уйти с проекта, это не так просто. И каждый раз, когда я прибегала и просила, что мне нужно уйти с проекта, меня не отпускали. И это длилось уже, наверное, еще до прихода Саши, я уже хотела уходить с телепроекта, я понимала, что это не мое место, я очень сильно просилась уйти, но меня никак не отпускали. Если вы помните, даже было голосование, на котором я просила проголосовать против себя, иммунитета не было, и я прям слезно, слезно на лобном месте просила, чтобы против меня проголосовали. Против меня проголосовали, но меня вне правил проекта оставили. Это, кстати, я первый раз видела такую историю, что когда нет ни иммунитета, когда ты сама просишь, чтобы против тебя проголосовали, и против меня в итоге проголосовали, но я осталась. И я прибегаю к редакторам, плачу Я говорю, зачем вы меня оставили? Я не хочу здесь быть Говорю, зачем? Так, Давидова, успокойся Хватит ныть Или я там приходила Ой, Давидова, опять же ты ерунду несёшь Каждый раз, когда я приходила и говорила о том, что я хочу уйти После этого, когда появился Саша Он начал за мной ухаживать Я понимала, что я привыкаю, что я влюбляюсь Но понимала, что на этом телепроекте я не смогу построить любовь И после этого я ушла, вы помните, да? Я ушла И у меня не было желания вернуться И сейчас у меня нет желания возвращаться Честно вам скажу, нет желания Если бы я хотела быть там, я бы не ушла Поверьте мне Да, кожа сохнет Потому что я не мазала её ни кремом, ничем Я просто так выгляжу сейчас Не очень Потому что я сегодня ночевала Как раз А выяснилось, что опять дом 2 Претензий нет А как они могут? Да, насильно Я не хотела уходить со скандалом Я не хотела вызывать полицию Я хотела уйти по-доброму, по-человечески Можно уйти так, чтобы Ну, это уходить со скандалом Уходить ссорами Уходить, там, не знаю, милицию вызывать Можно уйти Но мне не хотелось, чтобы Я уходила как-то со скандалом Я хотела, чтобы меня по-человечески спокойно отпустили По-человечески спокойно ушла Африкантова, не знаю, освоилась ли нет, очень сильно за нее переживаю, потому что она очень хорошая девчонка, и она мне напоминает меня в первые дни. Солнце так светит. Да, с первого месяца полазит зарплату, но сумму говорить не буду. Это секрет. Как там Яна Африкантова? Не знаю, освоилась ли нет, но когда она пришла, ей было очень тяжело, и я думаю, что она будет проходить такой же непростой путь, как и я, в том смысле, что она уже плачет каждый день. Ей задают очень много вопросов, на которые она просто не может ответить, потому что многие из них провокационные, реально провокационные, и я видела, как ей сложно. Конечно, не первый случай, когда они отпускают. Конкурс выиграла Мадан с Моргенштерном и Кристина Лисковец в цикле. Мадан много говорит про тебя лжи, сама за собой не видит. А я вообще о ней не говорю и даже говорить не хочу. Я не думаю, что они пляшут. Почему, может быть, и пляшут? Не знаю, мне всё равно. Вот честно, мне так всё равно. Я знаю, что были ребята, которые вчера... Аня Капрянская очень сильно расстроилась, что я ушла, она прям чуть ли не плакала. Мне было очень грустно. Вот. Яна, конечно, Африкантова, тоже не хотела, чтобы я уходила. Надя, да, она провокатор. Ложь. Вы не отличаете секрет от правды. Можно просто не сказать. Это не считается ложь. А ложь, это когда вы у меня спрашиваете, я вам отвечаю, но отвечаю неправду. Вот это другое. Просто буду скрывать и блокировать всякую грязь. Да мне тоже кажется, что всё решено насчёт конкурсов. Но Мисс Дома 2 сегодня смотрите эфир. Вы узнаете, кто стал новой Мисс Дома 2. И вот тут прям всё чётко видно, что всё было нечестно. В том смысле, что у многих девочек не выбирали лучшие фотографии. Я сейчас говорю не только о себе, а о других девочках, о других девочках, что не у всех девочек выбирали самые лучшие фотографии. Это объективно. Было очень много крутых фоток, которые не выбирали. Иногда показывали не самые лучшие фотографии. Вот всё. Нет, глаза не заплаканы, я не плакал, я спала. А я всё равно хочу спать. Яна племянница Марины. Да, это мне смартинчик подарил на телепроекте. Это вам Миску. В прямом смысле не отпускают. Как учить зайды? Не знаю, вот у меня тоже есть, видите, но у меня от сухости. Ужасно. Конечно, это всё. Но говорят, но говорят, что это не хватает каких-то витаминов. Что с тобой? Ты пьяная? Нет, я трезвая. спасибо. Нет, я не живу с Мартинью. Насчёт Виталика с Лилией не знаю точно. Нет, Мартинчик не нашёл свою любовь. Да, Ольга Васильевна ушла. Да, кстати, я заметила, Ермакова, да, с Захаровой каждую неделю заговоры делают. Ну, потому что они не строят отношения, а если на телепроекте не строят отношения, то можно сойти с ума. Единственное, чем можно заниматься, это интригами, заговорами и разными провокациями. Почему именно блондинка? Я сама светло-руссая, у меня светлый цвет волос. У меня, не смотрите на мои чёрные брови. Насчёт Кристины и Жени, я пока оставлю без комментариев, но потом я скажу позже своё мнение. Они не имеют право держать человека, не умеют. Но есть ещё много разных манипуляций, когда ты приходишь и говоришь, всё, я сейчас ухожу. у тебя говорят, ой, здрасте, тетя Ань. Они говорят, у тебя контракт, а ты знаешь, что неустойка миллион рублей? Поэтому, нет, я не вижу вопросы про Сашу, задайте, я отвечу. да, как и ты играешь на камеру. Машуль, а где ты сейчас живёшь вместе с Сашей? Я сейчас дома, да, мы вместе. Ой, губы накачала, увлажняла, не качала. Да, я с Сашей. кто должна была выиграть Мисс Дома 2? Не знаю. Ну, по фотографиям, да, которые, конечно, у мадам были самые лучшие фотографии, но у других девочек тоже были хорошие фотографии, просто эти фотографии, им выбрали не самые лучшие фотографии. Не знаю. Можно было бы сказать, что я, но я на Дом 2 могу сказать, что я потеряла себя, потеряла какую-то свою грациозность, потому что общество, в котором мы находимся, очень сильно на нас влияет. И там я стала немножко другой. И я перестала быть там леди, девочкой-девочкой, потому что всё время какие-то провокации, нужно отстаивать себя, конфронтации, диалоги вести, дебаты, что-то кому-то доказывать, разговаривать. Столько энергии у меня уходило, что женской энергии вообще, в принципе, не оставалось, вот честно. Вот. Поэтому чувствую сейчас себя в непонятном состоянии, но мне хорошо, моей душе хорошо. На Дом 2 моей душе было плохо. К матам вообще никак не отношусь. О, я показывала свои уходы, потом вам ещё их покажу. Сейчас просто в сайте у меня ещё всё в чемодане сложено. Всё, все мои уходы, вся моя косметика. Вот, поэтому даже ничего показать. Да, свой загар на Дом 2 загорел, у нас же там бассейн. Маникюр, кстати, нужно уже переделать. Скажет, ты уже про Полину и африканца? Про что про Полину и африканца? Не было вообще ни одного голоса против меня. Вообще ни одного. Вы всё завтра сами узнаете, увидите. Не было ни одного голоса против меня. Поверьте, я сколько нахожусь в интернете в проекте, каждый раз все говорят, что голосуют против меня. В итоге ни на одном женском голосовании больше пяти голосов никогда против меня не набиралось. Светлорусы. Ощущение, что камеры снимают. Осталось? Да, осталось. Никогда не поэтому эти лохи неустойки платят. Полина, правда, ну, я не знаю, правда или нет, но они встречаются. Тебе реально нравилась Париса косметика? Да, неплохая. Нет, не планирую вернуться на Дом 2. Почему на выходных не выкладывают эфиры? Выложу, выложу. Маша, это Дом 2. Там всегда тяжело, особенно, когда впервые приходишь, и когда ты одиночка. это очень, да, согласна, когда впервые приходишь, и когда ты одиночка, очень тяжело. Хочу сказать, что на Дом 2 я прошла очень жесткую школу жизни. Знаете, такая школа выживания какого-то реально. Реально очень сложно. Невероятно сложно. Поверьте, Дом 2 это место для трансформации. Да, сухая кожа. Вы ушли в пятницу или это? Смотрите эфиры. Что-то дарили, что-то нам дарили на проекте, но не все. Большинство косметики я покупаю себе сама. Или мне дарят. Последнюю косметику, которую у меня есть, это мне Саша дарил, я вам показывала. Сыворотка для лица, крема, лосьоны, скрабы, маски для волос, эмульсии для волос специальные. Без тебя Дом 2 не то. Спасибо, мои хорошие. Я не знаю, где Давид живет. Я не могу сказать, что Кристина Бухинбалл ты меня всегда поддерживала. В общем, сейчас еще будет одна ситуация и после этого я точно скажу. В общем, мне нужно кое-что понять. И тогда я точно смогу сказать полностью насчет Кристины. конечно буду продолжать петь, петь буду всегда. Кремы, а не крема, не знаю. Я мама Ани, я мама Ани, поэтому понимаю, как тебе тяжело именцина, или какой Ани. Волосы как обеспечиваете? Не понимаю вопрос, что я обеспечиваю волосы. Саша сейчас с Виталиком, с Мартинчиком. Как уйти из дома 2, если хочешь домой? Очень сложно, поверьте мне. Хорошо, если тебя выгонят. А так, это многочисленные разговоры с руководством, реально, чуть ли не ежедневные аргументы и четкие факты, почему ты должен уйти и почему ты не будешь жалеть. Поверьте, не так сложно уйти. Какое у тебя образование, на кого училась? У меня два высших образования. По первому образованию я педагог английского языка для детей младших классов. И мама Ани Брянской. Ой, здравствуйте, я вас так рада видеть. У вас прекрасная дочка. Анечку Брянскую очень люблю. Она вчера, кстати, очень расстроилась, что мы ушли с проекта. Очень хорошая ваша Анютка, и мы с ней договорились, что мы с ней будем дружить, и вне проекта. Я не понимаю, как там удерживают, насильно, что ли? Практически. Не, я знаю, насколько у Ани, мамы, Ани Брянской тоже есть Инстаграм. Это не Анина мама. Камилочка, привет. Держит, держит, поверьте. Там не все так просто, как вы думаете, и как вы видите со стороны. Саша молодец, он никогда ни под кого не прогинается. У меня несколько марок косметики, но сейчас я пользуюсь Нелем. У меня очень много с этой линейки, мне Саша сделал подарки, и реально очень могу рекомендовать эту косметику. Клоранс мне очень нравится. Есть Холиленд, у меня также уходовая косметика. Декоративная косметика у меня разная. У меня есть Мак, есть Эйвелин, вот мне на проекте подарили как раз Эйвелин, Клоранс также. Что еще у меня? Шанель есть, у меня, допустим, румяна и тени Шанель. Мак, Клоранс, ну вот чаще всего, наверное, Мак и Клоранс я могу выделить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас есть? Нет. Так, все, тогда буду выходить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...